По данным Роспотребнадзора, в Нижнекамске за 2018 год уже зарегистрирован один случай заражения мышиной лихорадкой. Пациента вылечили и отпустили домой. Подхватил эту заразу он в деревне, когда помогал своим родным. Ошибочное мнение, что мышина лихорадка – сезонное заболевание. Погреб, дачный домик, подвал – любой из этих мест может быть рассадником геморрологической лихорадки в любое время года. Вирус выделяется через экскременты грузунов. Нижнекамск по заболеваемости в топе худших. Наши показатели на 35% выше среднереспубликанских. Нижнекамск, Завинск, Елабуга, Тукаевский район – они находятся в зоне риска. По какой причине? Потому что здесь существует природный очаг. Природный очаг ГЛПС и, соответственно, грузуны, которые обитают здесь, они потенциально где-то 20-30% все заражены. Нашу территорию необходимо обрабатывать тщательнее. Этого не отрицают сотрудники Роспотребнадзора. Также они понимают свою главную ошибку прошлого года. Тендер на диэротизацию был объявлен поздно. К счастью, к эпидемии это не привело. В 2017 году отмечен значительный спад заболевших мышиной лихорадкой. Если два года назад этот диагноз был поставлен более 130 пациентам, то в прошлом году число заболевших составило 46 человек. Прогресс налицо. На этом останавливаться не собираются. Отладили двукратную обработку. Это весна, осень этих территорий, прилегающих городу, в частности, под эротизацией. И кратно увеличили площадь этих обработок и добились определенного результата. В этом году стоит быть начеку. Специалисты прогнозируют наплыв грызунов. Остановить распространение мышиной лихорадки может только в соблюдении личной гигиены. При работе на даче или в погребе нужно использовать респираторы и ватно-марливые повязки. Тщательно мыть руки, овощи и фрукты. Алсу Арсланову, Марсель Джураев, Новости НТР.